Спасибо, да, спасибо, друзья. Да, Алексей, мы продолжаем комментировать сегодня встречу наших команд против европейских. Это вторая стадия Forge of Masters, и у нас решится, кто же пройдет дальше в третью, а кто покинет наш чемпионат. Или Hard Legion, или Phoenix. Ну, я поддержу здесь, конечно, Митю насчет того, что было бы неплохо увидеть именно наш коллектив на Alania, но не знаю. То есть очень неоднозначно они выступали в первой стадии, потом начались вот эти проблемы, сами игроки говорили о том, что, мол, у нас сейчас развал из организации, поэтому мы не можем, там, либо у нас нет мотивации, либо у нас нет базы. В общем, сейчас уже под знаменами новой организации, опять же, хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к этому событию. Прежде всего, Hard Legion, команда владельцу, спасибо за то, что заходят парни в киберспорт, вкладывают в это деньги и надеются на то, что все-таки наша команда и наш регион будет показывать достойный уровень Counter-Strike. А Phoenix, это, как мы уже обсудили, это X-Epsilon и это шведы. И они уже потеряли Хуана Флаттера, такой интересный там персонаж, о нем еще поговорим. Продолжается первый пистолетный раунд, Forrester пытается выйти, там спину кого-то забрать, в итоге потерялся, но не, но его отключает, Томаса потеряли только что, там спидаг уже раскрутился на два фрага. Сюрилл находится за плентом, бомба лежит на земле, спидаг играет против Нэна, последний остается Сюрилл против Кинки, спидага и Свята, ну и тут, конечно, будет мало шансов у него для того, чтобы разыграть. Но, с другой стороны, Hard Legion не спешат, Свят заканчивает все это дело своим хэдшотом 1-0 в пользу защиты. Но, как-то уверенно приняли, да, вообще укрепление Б-плента было, что мы были готовы, Hard Legion к этому выходу. Еще примечательная эта встреча тем, что, да, вот мы посмотрим, наконец-то, на ребят Hard Legion у нас на чемпионате, они сменили организацию, команда Phoenix тоже приобрела себе организацию, плюс поменяла двух игроков, там они NK и Spellona набрили. Это болгарские ребята, которые дальше не будут играть в этом составе, и вот нам посчастливилось увидеть Хуана Флаттера, который был завсегдатаем в последнее время FPL, но теперь это, наверное, одна из первых таких для него интересных команд, которые он может себя показать. В этом раунде, конечно, показывать себя вряд ли кому-то получится из команды Phoenix, они одного уже Neno потеряли, ну и дальше 5 на 4 работа Hard Legion по центру, информация по коннектору получена, Форестер отключает Флаттера, ну и здесь уже будет похорон. Похороны будут и одного, и второго игрока, оставшегося у Phoenix. Смотрим на девайсный ран, который будет на ваших экранах прямо сейчас. Только Neno убивал, кстати, у остальных пока что бублики. Бублики. Ну, кстати, я назвал ребят шведами, это не так. Ой, там хорошая сборная. Хорошая сборная, да, в общем-то, исправляюсь. Давайте смотреть первый оружейный раунд, достаточно комфортный закуп у Phoenix'ов, опять же, AK-47, вы видите, 2 SG'шки, 3 SG'шки. Ну, с другой стороны, у нас экономия денег, вот Hard Legion, это два фармгана MP9, есть AWP у Crada, который сейчас фокусит мидл, откидывает молек, в принципе, по позициям все достаточно стандартно. Для ребят, которые играют в обороне. Ну, и атака, в общем-то, сосредоточена под базой А. Крушел играет в роли Люркера через underpass, там небольшой сплит просматривается центра карты от Phoenix'ов. Ну, и здесь укрепление коннектора от Hard Legion. Угу, и она готов врываться уже в коннектор, а тут уже у Форестера классная позиция, чтобы с MP9'ым сработать, минус голова, 5 на 4. Ситуация, Флаттер и Сюрилл выходят через яму, также подключается Томас с SG'шкой через ковры. Пытается найти кого-то в темке, никого нет, тут Кинки, кстати, будет первый, наверное, на приеме, и, кстати, ему помогает Крад, который с AWP уже подошел. Замечает он Дула, в итоге Сюрилл падает на сэндвичи, 3 в 5, ситуация, конечно, печальная пока что для команды Phoenix'а, они не могут даже выйти на размен. Бомба там, кстати, возможно, была даже замечена игроками защиты, Свят, отключает Томаса, Крушелл пытается выйти на размен, не получается. И последний у Анфлаттера падает от Кинки, чистый раунд от команды Hard Legion, 3-0. Хорошее начало, и отмечу дисциплинированную игру, нету оверпиков, нету каких-то бездумных пушей со стороны Hard Legion, по крайней мере, пока. И буду надеяться на то, что эта дисциплина будет сохраняться. И вот он коэффициент на победу на этой карте, несмотря на то, что Phoenix'ы пикали Мираж, сейчас мы видим, что они явно не фавориты в этом коэффициенте от париматча. Спасибо за это. Ну и давайте смотреть там экономически от Phoenix. Ребята купили себе недефолтные пистолеты, ну и Forrester уже агрессивно пикает мидл. Замечает одного Крушела. А также мы знаем о том, что подходит под окном еще один боец команды атаки. Тут не так уж и много шансов было вроде как у Флаттера, но он каким-то чудом выживает. Здесь не самый лучший спрей был от Кинки. В итоге там еще и по нему могло залететь. Главное, что выжил. Здесь игрок защиты. Forrester подключается уже против ковров, забирает Нэна. Пока до размена дело не доходит. Крат тоже с АВП на месте находится за тикетбоксом. У Флаттера тут уже не было шанса точно. И 3 в 5, но опять же как-то по одному вновь действует команда Феникс. Вот забрали только что Форестера, возможно будет подсадка, Свят к этому готов. Отличная работа. 2 минуса, 4-0. Все четко, потеряли одного Форестера. Экономика хороша у команды Hard Legion. И Феникс сейчас закупается, будет снайперская винтовка Крушела. Все остальные с автоматикой, калаш плюс СГ. Ну и пока, как мы видим, действительно у Томаса Крушела и Хуана Флаттера бублики как раз-таки на... Да, но им будет сложно играть против Hard Legion, потому что это сейчас микс, а не команда. Все же новенькие ребята пришли. Флаттер вообще довольно интересный парень. Представитель албанского Counter-Strike. Вот у нас не так много представителей из этой страны играет на высоком уровне. Но с другой стороны он еще до него не дошел. Но возможно как-то однажды получится. Или в этом составе, или в другом каком-то. Но в этом составе нужно сейчас сыграть лучше против команды Hard Legion, потому что матч на вылет. И матч за то, чтобы выйти в третью стадию Forge of Masters. Здесь нужно потеть. Там закидывается центр, Шуриел уже вместе с Крушелом занимает здесь в точке. А Hard Legion пока решили не воевать за эту позицию. Возможно под флешки смоки будут дальше себя где-то находить. Нет, отходит у нас на точку бэкрат. И такое ощущение, что они хотят прочитать выход на эту позицию. Но пока мы знаем, что на центре только тусуется Феникс. Ну компактная оборона, не агрится Hard Legion. Вот Форестер самая агрессивная позиция. Пока и то он играет в коннекторе, он может в любой момент отойти. И вот сейчас его просто словят и должны убивать. Но он каким-то чудом перестреливает своего оппонента. Как? Да, такое случается. И тут же бездумно погибает Кинки, который вылез в коннектор. Пикать непонятно, кстати, зачем. Его достаточно легко забирают. И тут же Свят отвечает через окно. 4 в 3 ситуация. Сейчас преимущество у Hard Legion. Бомба все еще на топ-миде. Ну и Фениксы попытаются здесь в меньшинстве взять раунд. Позиция бомбы это проблема для команды Феникс. Потому что нужно еще кому-то одному отойти. Забрать ее. Флаттера подсажен на окно. Забирать Свята. Хотя тот имел шансы на убийство соперника. Он первым его замечал. Но это Калаш, который тут же среагировал на угол. Крушел. Все еще в поиске еще одного фрага на коннекторе. Ну кому-то нужно взять волю в кулак и сбегать за бомбой. Ребята, серьезно? В итоге уже раунд не берется, как вы понимаете. Он возьмется только если убить всех ребят из команды Hard Legion. И Крушел только сейчас забирает пакет. Но это 15 секунд до конца раунда. Так что 5-0. Да, это 5-0. Здесь, конечно, были небольшие замешательства в коннекторе. Опять же, не совсем был понятен мне выпад от Кинки. Вот его ноги лежат. Как раз таки. Это был достаточно странный мув. Там вообще простили просто. Я не знаю, каким чудом не погиб человек в коннекторе. Тут еще спиддака забирают. Нет, тем не менее, 5-0. Здесь по деньгам все очень хорошо у Hard Legion. Напомню, что это пик соперника. Они начинают, Hard Legion начинают в обороне. И, опять же, на пике соперника ты можешь выбрать сторону. И здесь, конечно, все пока хорошо. Появляется вторая снайперская винтовка у спиддака. Ну и также есть Крушел с другой стороны. Снайпер у команды террористов. Ну и вот Крушел сейчас как раз таки, наверное, первый будет пикать. Ну, имея респаун, было бы неплохо там себя показать. Но флешка была довольно грамотная от игроков защиты. Хаеп от Крушела. Он успевает отойти от нее. Спидайк на точке Б с АВП. Там, кстати, подходит уже Хуан Флаттера. Флешка полетела. Четко сработано. Минус игрок атаки. Там еще одна накидывается. Все очень жестко отыграно только что в этом моменте. 5 на 4. Форестер на коннекторе. Крат остается в окне. Туда закидывается еще один смок. Но смоком также закрывается коннектор. Тут два игрока. От команды Феникс бомба находится тут же на центре. Но One Way. Односторонний смок здесь может сработать. Нет, не получается Форестеру убить соперника. МАК-10 оказывается сильнее, чем МК. Форестер здесь рисковал. Он это понимал. Делал осознанно этот выпад. И был достаточно... Ну, легко его убили на самом-то деле. Идея была ясна, что он под этот просвет попытается ослабить своего оппонента. Но там не было саппорта. И, в общем-то, такое... Не самое приятное событие для Hard Legion. Кусок ноги был виден только что на парапете. Не хватило, видимо, внимания сейчас игроку команды Hard Legion. И Крадо забирают. Кинки пытаются жить тут, но Тетис. Оу! Какое попадание еще там можно забрать Нэна, который тоже крайне неуверенно пытается выйти на размин. У него это получается. Два на два ситуация. Но при этом Свят должен закрывать Нэна. Тот, кстати, вовремя уходит на Ниндзю. Взрывается перед ним смок. Но и Крушел тут тоже красный СВП. Пытается найти противника на коннекторе. Но спидаг не идет пока что через джангл. У него тоже там дым. Все закрыто и было бы неплохо поставить бомбу команде Феникс. С другой стороны, Hard Legion не стоит форсировать события. Ситуация достаточно тонкая. Нашивает здесь Свят неплохо. Оставляет он в итоге с половинкой ХП Нэно. И этот, в свою очередь, отходит в яму. Очень хорошая позиция здесь у Фениксов. Сложно будет. Есть флешка, есть дефуза, но опять же инфы не так много. Тут нужно ловить Крушела. Нет, не получается это уже сделать спидагу. Остается только Свят. Пытается выйти. Промах. Крушел мог уже заканчивать данный раунд. Свят играет. Получает еще простел на минус 70. Это неприятно. Учитывая, что Нэно еще не вступал в эту перестрелку. Но Свята очень мало шансов. Да и бомба уже тикает. Нужно уходить на сейв. Первый раунд для команды Феникс. Молодцы. Крушел и Нэно разрулили ситуацию. Хотя изначально все было после минусов на Тетрис. Не так уж и радужно. Да, до конца там Кинки, конечно, трейхардил. Вот то, что он там второму дал при фаером. Это было красиво. Но деньги есть. Да, деньги есть. У Фарлиджин здесь будет вполне комфортно. Я думаю, еще один закуп, возможно. Они вот те раунды, в которых выигрывали, они там практически не погибали. Мало было смертей. И мы отмечали, что до третьего раунда или до четвертого ни одного в три игрока у Феникс не могли отметиться фрагами. Выход на А. Возможно, даже контакт. Я там... Нет, все-таки ребята остановились, потому что откидка хороша была. Дефолтная от команды Хард Лиджон. Так, на спидаг на Б вряд ли там будет иметь экшен. Смотрим на Крушела, который выходит сейчас из ямы. Получает смог. Ну, пика все-таки Кинки, но заметил Крушел противника там. Нормально, все Форестер на коннекторе. Пока нет перетяжки. Должна быть какая-то поддержка Крушел. Выходит Форестер. Забирает одного Крушела Хуан Фратла. Сразу же играет на размене. Свят на перетяжке за тикетбоксом. И там прыжок вообще в никуда будет от Томаса. Свят идет дальше. Нашвырил тут хорош ССГ. Дальше ситуация 3 в 2. Но спидага не читает. Он выбивает бомбу. Поспешили немного ребят из команды Хард Лиджон. Возможно, но с другой стороны есть размен. Ну и 2 на 2 ситуация. При этом Хуан Флатра красный. 26 хп. У него снайперская винтовка. Бомба все еще за фаербоксом. Лежит. И нужно забрать ее. А позиция коннектора пока не прочекана. Там находится кратство. У него угол не самый лучший на самом деле. Он здесь или убивает, или вообще никуда не уходит. После промаха. 55 секунд. И Феникс еще будут смотреть себе в спину. Потому что по такому таймингу оттуда могут заходить на них ребята из Хард Лиджон. Но нет. Это выход с коннектора. И джангла. Минус Хуан Флатра. Нэна последний остался. И вроде как понимает ребята, откуда он может выйти. Только через ковры Илья. Ну спидаграмм это сделал минус. Поймал тайминг. Сразу же меняет позицию и уходит на тикетбокс. Нэна один против двоих. Сбирает крада. Это было интересно. В итоге бомба на руках. Есть еще время, чтобы похолодить. И не спешить ни в коем случае. Вышел спидаг. И тут же Нэна вот так вот. Ну казалось бы. Это тяжелый клатч. Но он его так легко отыграл. Вот этот прыжок на фаербокс. Минус по коннектору. Опять же. Ну очень неприятная позиция была у игрока команды Хард Лиджон. Потом ситуация один на один. Тоже такой врыв. Ну ладно. Сыграли как сыграли. Но такие раунды нельзя Фениксам отдавать, ребята. Особенно когда у вас такое преимущество по экономике. Когда вы имели по ходу всего раунда преимущество по живой силе. Такое нужно доводить до конца. Ну ладно. Последний закуп. Сейчас деньги есть. Не так много гранат. Совершенно нет щипчиков. И по-моему команда Феникс. Нет. Все-таки вынуждена отказаться от агрессивного занятия в медла. Здесь прилетел глубокий смог. Ну и Хард Лиджон будут играть закрыто. В принципе это очень мало от них агрессии. И мало таких откровенно открытых драк именно в центре карты. В основном они играют пассивно. Ну разве что коннектор иногда загуливает. Но в целом это поправимо. Пока откидывается смог. Занимает центр карты Фениксы. Ну и что дальше? Ну просматривает один люркер поджим из А. Один стоит под Б. И три игрока тусуются в центре у Феникс. Интересно как сыграет еще на зиге Крат. Нет он просто отходит. Почему интересно? Потому что это снайперская ментовка, которая получила не очень приятную хаепу от себя. Это минус 56 хп. Свят тоже просел. Форестер остался вместе с Кинки на точке. А у них довольно близкие позиции. Но тем временем Феникс готовится, чтобы ударить по точке Б. А там три. Там три игрока, причем АВИК, МК, все хорошо в этом плане. Но не так уж и много гранат у ребят осталось. Только две флешки и смог. И то опять же таки, как они ими воспользуются непонятно. Бомба с телевизора уже вышла. Флаттер опасается врыва от соперника. Крушел вместе с ним играет. И в итоге отправили одного Томаса на люркинг к точке А. Он играет через ковры. Возможно кого-то подрезать и получится. Может он даже будет инициировать. Да, вот Молик пойдет. Но это такое, это если фейк, то очень прохладный, конечно. На это Hard Legion не поведется. Ну тут Спидак, конечно, это козырь команды Hard Legion. Потому что Свят на себя стянет. Там еще выстрел будет в СВП. Так что нет никакой информации у команды Феникс по еще одному бойцу. Крат в итоге погибает. Спидак только сейчас включается. 9 секунд до конца этого раунда. Шурил забирает Спидака. Как такое возможно? 2 на 2 ситуация. Переход Форестера. Он выходит уже через маркет. Но где находятся еще и Кинки? Там же. Только через несколько секунд. Кажется, Нэна поменял позицию за дефолт. Выгод. И тот же хатшот. Минус Форестер. Последний Кинки. Он только сейчас выходит через дверь. Забирает одного. Остался против Томаса. Томас это был как раз таки тот боец, который находился по точке А. Уже успел перейти. Замечает он Кинки. Есть абсолютно вся информация, чтобы разыграть грамотно. Это тлач 1 на 1. Тем более Кинки там еще и топает. Это было очень просто. Там очередной раз. Не было диффузов. Томас в итоге забирает последнего. И это падение экономики команды Hard Legion. 5 на 3 ситуация. Уже раунд на камбэк был. Я не могу понять, как они втроем укрепили. На подсадке там чела позиция стопроцентная. Он оставляет красным. Тип в нычке, которого вообще не чекают. Ну, я не понимаю вообще, как можно было проиграть этот раунд. Ну, ответ на этот вопрос можно получить только если мы посмотрим еще раз повтору Спидака, как он там пропускал соперника. Потому что, ну, я сказал об этом. Он был ключевой момент. Здесь его не чекали. Это ключевой момент для игрока, который должен просто выигрывать раунды своей команды. А так получается, что они, будучи втроем, разменялись не очень выгодно. И из-за этого сейчас вынуждены играть с пистолетами. Hard Legion. Недефолтный на руках. Без арморов. Есть две флешки. Одна уже полетела от Свята на центр. Сюрилл к этому готов. Забирает крада. Но это будет мясорубка. Здесь все четко отыграно. Еще одна флеша. Ослеп Сюрилл. Но есть еще несколько бойцов команды. Фениксы. Томаса тут одного еще и хватает. На кинке и Форестера. Свят погибает от Хуана Флаттера. 5-4. И фениксы подбираются. Они уже восстали из этого пепла. Потому что начало миража было просто ужасное. Как они отыгрывали первые даже девайсные раунды. Как они погибали на центре. Но сейчас они ловят своих соперников на ошибках. И тут, возможно, Hard Legion где-то заигрывались уже. Стабилизировались здесь фениксы. Молодцы. Дают уже такой мини-комбэк. Четыре раунда подряд они забирают. И уже чувствуется уверенность в их действиях. Давайте смотреть за Hard Legion, что они будут делать. В принципе-то... А, они решили прожать мидл. Ну, кстати, не самое плохое решение. Опять же, глубокий смок, который они откидывают практически каждый раунд на топ-мид. Ну и что у нас Фениксы три ковры делают? Там главное не проморгать. Да, потому что одного бойца может не хватить. Тут на тикет-боксе остается кинке. Нужно просто жить, выживать. Не получается это украда. Он погибает на коннекторе от Сюрила. Вау! Врыв от Фореста. Свят. Тоже подключается минус от кинка. Кипонена, который выходил на голову. Крушел пытается играть на размене. По Томасу пока не было информации. Он только сейчас совершает выход через ковры. Закидывается молотом под кинки. И будет сложно. Его еще тут нашивает противник. Да, все-таки сгорает. 2 на 2. Очередная ситуация. Кстати, по коннектору была информация. Есть 2 молика на ретейке. Флешка жесткая. На самом деле, но 1 на 1 ситуация. Томас остался на дефолте. Спидаг переходит под... Вот это Хае, на самом деле. Вот она его только что обыграла. Тут даже не так Томас, как просто Хае, который летит. Я понимаю, почему, опять же таки, хочется бросить. И может быть по звуку соперник тебя не услышит, как только ты будешь менять расположение. Потому что, по сути, инфа же была, что ты в коннекторе. У меня больше вопрос не к тому, что он гранату кидал, а почему он кидал именно Хае, а не молотов. Вот больше вопрос. А так, ну... Ну, попытался сыграть по гренам, и в итоге был наказан за это. Опять же, тут плюс к... В копилку, вернее, к игроку команды Феникс. Томас, кстати, тащит уже второй свой клатч подряд. Остался 1 на 1, как на Б, так и на Азис. Отыгрывает. Еще Уриэл совершает выход на центр. Минус Свят. Смог тут же в окно. Ну, и не спешат у нас Фениксы. Остается бомба на РСП у противников команды Хар Лиджин. Ну, и здесь вопрос, как они на точке Б сыграют. Там один уже боец вроде как подходит. Это Хуан Флаттера, может быть. Контеркарты под контролем у Фениксов. Бомба лежит глубоко на Т-спауне. Ну, а здесь засада на базе Б. Легчайший фраг. Ну, таким образом Хуан Флаттер собрал информацию, что ребята стакнулись на Б как минимум двоих видел, а может быть даже и троих. Ну, и, естественно, это легчайший выход от Фениксов на А-пленд. Простите, еще и куча гранат на откидку. Кстати, непонятно, почему они ими не пользуются. И тут уже Шурил пошел за фрагами. Возможно, этого и не стоит делать. Получает в голову от Спидака. Там фокусит А-вик. Вот, кстати, могут себе сейчас проблем привести Фениксы. И уже ситуация 2-2. И красный чел. И было бы неплохо вообще ворваться и выиграть этот раунд. И Кинки при этом имеет армор. Пытается выйти Форестер, лобит Нэна. А Нэна нельзя, ребята, было погибать. Он вспомнил, потому что у него есть гранаты. Случай. Потому что он имеет красного тиммейта, который сейчас будет просто отлетать здесь на Тетрисе. У него нет шансов. Абсолютно ноль. И Нэна ошибся здесь. Как и вся команда Феникс, которая даже не откинула гранаты. То есть они вышли на точку. Они понимают, что соперники, скорее всего, будут идти до конца. Потому что нет никакого смысла там. Да. Тут какой-то один Молотов на КТ. И все. В принципе, у вас уже Хард Легион не напрягает таким образом. А тут неправ был Сюрил первый, который просто понесся там за фрагами. А вот с СГ. Я понимаю, что СГ это классная пушка. Вот ты себя чувствуешь, наверное, там, ну, как бы с такой мышечной массой, что ты должен задавить там всех абсолютно. Но где-то нужно все-таки более хладнокровно отыгрывать. И такой раунд может просто быть поворотным. И Хард Легион могут даже выйти на счет 10-5 по итогам этой половины. Потому что потеряли очень много денег только что Феникс. Ну, могут сейчас вот для Хард Легион это такой момент, чтобы чуть-чуть, скажем так, ну, не проснуться, но взбодриться. Вот, да, возможно, это именно тот момент. Интересная позиция у Ави, как Рад. Ну, Рад здесь пускает его. Занимает центр карты Фениксы. Два коннектора играют Хард Легион. Они уже, кстати, этот этап использовали. Здесь у нас Хван Флаттер играет маленькой кухни под базой Б. Есть он, не, но в андерпассе. Три на А. Вот, в общем-то, вот эта схема защиты, она Хард Легион используется постоянно. Ну, два коннектора, то есть, да, это такой вот апгрейд. Но, в целом, ребята играют именно с фокусом через эту точку. Ну, и Фениксы трайхардят. Играют медленно, бомба на респауне. Позиции под А нет абсолютно. Только один человек просматривает спину. Это Томас. Минута до конца бомба двигается в сторону Б. Да, похоже на то, что это будет сплит Б. Вот, кстати, в такой же ситуации Хард Легион играли 3 Б, и раунд проиграли. Но сейчас все же будет выход через Зиг от большинства бойцов команды Феникс. А не через ковры. Форестер это все дело не читает, потому что ему закидывали смог в окно. И тут, возможно, будет подсадка. Да. На бортик Форестер пытается выйти. Забирает он Нену все-таки, хотя сам остается красным. Самое главное, что у него есть преимущество. Не-не-не, здесь экшена не будет на этой позиции. Экшена на точке Б. Свят забирает Хуана Флаттера. Пытается выйти на размен Зиг. Здесь Томас забирает спидака. Это очень неприятно, учитывая, что Свят красный. Его сейчас тоже съедят. Да, получается так. ЦЗ-шка получает себе еще М-ку на руки. Бомба будет поставлена. Уже в планете находится Томас. Еще она устанавливается куда? На Зиг, что ли? Вот это проблема. Крушела там забирает в итоге Форестер, будучи красным. Прошивается Томас. 20 хп остается после этого. Кинки в дверь сразу уходит. Позицию забирает еще и Кинки. По Зигу была информация. Не читается тут пока что Крад. Или читается? Да, уже туда смотрит у нас в окно. Один игрок это Томас. Он отлетает. Остается один Сюрил против Крада. По последнему не было информации. Напоминаю, что есть диффузы. У Крада нужно как-то разводить. И молотов летит. Не самый точный. Вроде как, но он будет разгораться дальше. По полу. Пытается выйти у нас Сюрил. И пока не может диффузить Крад. Нет, не получится в итоге. Забрать этот раунд. Это шестой для команды Феникс. Очень все тонко было здесь. Главное, что засейвил он снайперскую винтовку по итогам. Мне вообще показалось, что он успел бы. Возможно. Но там как-то молотов очень коварно разгорался. Плюс это были последние тики. То есть он бы сгорел еще быстрее. Не стал рисковать, видимо. Тонкая ситуация. Тем не менее проигрывает раунд Хард Лиджин. Феникс берут шестой. Сейчас фулл закуп у Хард. У тяжелого Легиона. Да, я так понимаю. Твердый Легион. Твердый? Ну, можно по-разному. Не, ну интересно, что за... Интерпретировать. Но опять же, это закладывали в это. Твердый Легион. Оп. А тут интересно. Мув два поджимают топ-мид. И не читают чела в смоке, походу. Легионер Хуан Патро. Не забирает в итоге окно. И тут же выход на точку А. Ребята, Киньки загулял. Немного там под коврами. Вернее, даже под ямой его поймали. Проход от Сюрила. Форестер пытался забрать его. Была информация. Нужно уже под свой же смок дальше работать. Потому что его здесь будут выкуривать рано или поздно. Крат на перетяжке через тикетбокс, наверное. Или же это будет сейв? Не-не-не. Мне кажется, рано сейвить. Здесь еще есть позиция через коннектор. То есть там был на стуле игрок. И он ждал все время люркера. Он до сих пор там. Поэтому, в принципе, здесь все неплохо. Томас играет в упоре. Вот если Томаса сейчас убьют, то может еще в Харсиже что-то получиться. Твоих забил. Третий красный. Да, тут очень хорошая ситуация для Феникс, чтобы выиграть этот раунд. Связы ходят через коннектор. Время тикает. Времени все меньше и меньше. Крушел делает фраг. И еще один килл оформляет. Крушел в итоге даблкил. От него и от Томаса. И Феникс. Кстати, я только что смотрел на этот спрей от СГ. И вспомнился вчерашний твит от Твиста. Из команды Liquid о том, что как вам СГ полуавтоматическая? То есть так, чтобы она стреляла, например, бюстом по три патрона. Было бы интересно на это посмотреть. Потому что, по сути, СГ это очень сильный девайс, который, да, там попадает в голову жестко. И спрей можно даже научиться контролировать. И мы видим, какие есть у нас жесткие ребята типа Бриза, как они общаются с этой винтовкой. В целом, это интересная идея. Так, чтобы сделать ее полуавтоматической. Чтобы у нас не было таких жестких спреев. Ну да ладно. Нена забирает Кинки. Тот был в агрессивной позиции под домом Б. Через андерграунд. Томас забирает Форестера. Уже ситуация 2-5. Хотя прошло только 30 секунд в этом раунде. Крат забирает одного, но тут же простел через фаербокс от Томаса. Это уже третий минус вот этого парня. Последний спидак. И у него есть шанс против коннектора. Забирает одного Томаса на Крушел. Тут как тут на размене. Команда Феникс забирает себе первую половину. Да, очень сильно подключились ребята. Особенно учитывая то, что старт был 0-5. Не самый лучший для них. Тут уже Hard Legion не могут в диффенсе стабилизироваться. Хотя, опять же, наверное, для Миража счет достаточно не самый плохой, скажем так. Последний раунд у нас в первой половине. Три М-ки. Один UMP от Форестера. И MP9 от Свята. Откидывает, наверное, молотов коннектор. Четыре игрока, кстати, сейчас на Ау. У Hard Legion они сделали укрепление этой позиции. Соло. Свят будет играть на базе B. Щипчиков, кстати, нет для ретейка. Но, опять же, здесь, возможно, они не понадобятся. Учитывая то, что Феникс готовит выход на Аплэнд. Ну и Форестер откидывает глубокий Смог. Вот этот Смог сейчас задилеет выход Фениксов. И они могут передумать. И тем самым получится, что этот Смог сыграет не самую хорошую историю для Hard Legion. Но все-таки те стоят, те продолжают стоять и не отказываются от этой идеи. Ну и в Hard Legion тоже не будут никуда перетягиваться. У Свята там вообще не было никакой информации на точке B. На центре тоже там не особо-то активно Фениксы появлялись. Или уже все же они поменяли свой план. Они будут закидывать Смоги. Полетели первые уже. Но это все же, да, не выход на точку. А тут бомба перетягивается. К центру ближе находится Крушел. Под флажки он готов рваться на старт. У него снайперская винтовка. В окне он никого не встретит. Там только в коннекторе два игрока. Как было ранее сказано. Крат первый здесь. Довольно коварная позиция может быть. Главное не отлететь от Крушела. Вот Крушел замечает. Дуло противника тут без шансов. Первый минус. 5 на 4 ситуация. Где бомба? Бомба на перетяжке. Пытается выйти на размин спидаг. Форестер закрывает Хуана Флаттера. Это был, кстати, поджим ковров. Неплохо. Забирает себе еще и калаш. Пытается выйти коннектор. Так, это уже неплохо смотрится. Действительно симпатично. Форестер нужно просто жить. Он пекается с коннектором. Откидывает молотов. Бомба идет через ковры. 17 секунд. Ширил получает молик. Спидаг не выключен из этого момента. Но здесь... Ой-ой-ой! Ну как? Такое... 3СГ против команды Хан Лиджин. Отбитает три бойца. Моментально. Тут перемудрили Феникс. И вообще такого просто. Они заходили сейчас. Ну там шансов на взятие раунда. Просто ну... К минимуму сводились. Нет, я хотел вот ставить пять копеек, что не читался вообще чел в коврах. Вот только что был под джим. Забирали там один калаш. И да, это была бомба. Но она там не читалась никак. И вот человек, который... Кто там выходил, он действительно молодец. Вот как он сыграл. Вот. В итоге, да, атака у нас заканчивается. 15-й ранг. Рушил ставит точку. Забирает свято. 9-6. И вот она статистика. Начинали очень хорошо. Здраво. Ребята из команды Хар Лиджин. 5-0 был счет. Но потом такой камбэк от Феникс. Вот. Включился Томас в первую очередь. Молодец. Там были клатчи. Ключевые, которые он брал. Причем два подряд. И это помогло выйти на такой хороший, удобный для себя счет. Ну, хороший счет для первой половины. Это в любом случае. Тут даже не приходится особо спорить. Но не знаю, не знаю. Опять же, что в атаке нас ждет. Не совсем понятно, насколько хард-легионы готовы играть эту карту за Т. За диффенс все было достаточно скромно. Не увидел я там поджимов ковров, поджимов б, поджимов андерпасса. Как бы там ни было, вопрос, конечно, не в том. Но был поджим центра. Ну, был поджим центра, да, кстати. Был поджим центра. И, опять же, они кидали постоянно смог на топ-мид. Это тоже, в общем-то, хороший мув. Ты всегда создаешь какое-то небольшое напряжение со стороны этой части карты. Мы смотрим за пистолетным раундом от Хард Лиджин. Сейчас, прежде всего, у них два набора в атаке. Но, с другой стороны, есть щипчики у Томаса. Ну и смог. Я так полагаю, что это будет укрепление традиционной B-планта и ретейк A-базы. Но по позициям, видимо, так и есть. Один окно, один А и три Б. Это мой любимый раунд везде. На Мираже за диффенс это самый стандартный раунд. Если у тебя нет раунда какого-то заготовленного, то это хороший дефолт, который позволяет тебе в большинстве ситуаций выбить точку А. В итоге там Томас, ему нельзя тут теряться ни в коем случае. Просто отходят. У Нэна будет небольшой просвет. Возможно, даже найдет кого-то. Да, начинает стрелять. И вот он минус по Форестеру. Вот, смог там был не самый идеальный. Но, опять же-таки, как сыграл Нэна. Хорош. Хуан Флаттер также забирает спидака. Не было пока что размена. С двумя гранатами. Да, это проблема. Аккушел заходит уже против Круада. 2 в 5 ситуация. Свят и Кинки остаются Кинки. Одного, второго. Два, третьего не хватает. Свят играет на размене против Нэна. Но остался сам. Свят 8 хп, ребята. И такое очень сложно взять, учитывая, что у Томаса до сих пор были диффузы. И он это все дело уже совершил. Что? Смаке просто взял за диффузу. Вот человек пошел на КТ и погиб со смаком и с флешкой. Ну, 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 я пошел. Все. Сказал. Я тут как бы не дать, не взять, да. Да, и пошел из-под стола. Отдал флешку. Отдал флешку. Вернее, даже не отдал их. Ну, а эти гранаты, они могли помочь действительно. Особенно против КТ этого выхода. Я так понял, что там была идея пушить КТ. Но опять же, когда ты приходишь под этот ящик и видишь, что тебя никто не встречает, очевидно же, что у тебя уже ждут там на бронетранспортере. Да, ну и плюс Нэна нашел очень хорошую поддержку. Позиций, чтобы сделать open frag. Это 100% команду Hard Legion ввело в заблуждение, потому что со смока прилетало, и они там разворачивались, и где-то, наверное, фокуса уже на тикетбокс не хватило. 17-й раунд. Hard Legion играет в закупке. Понятно, потому что бомба стояла. Есть у нас два калаша от Крада и Святон и СГ от Кинки. Как они сыграют? Пока что опасались выхода на центр. Агрессии не поступило от команды Феникс. Они играют почти в одну линию на карте просто. Да, но при этом позиция очень закрытая. То есть везде там где-то либо кроссфайр, либо очень коварная позиция как раз-таки. Ну вот этот человек только что крушил вообще совершенно непонятно, то есть что он там искал. Он искал свою смерть. А на самом-то деле, то есть я только сказал о том, что хорошая позиция, что никто не пекается, никто не лезет. Тут же человек погибает в окне. И вот сейчас попытка сделать рефраг. Удается Нэно. Кстати, это был калаш. Да. Но это неприятно. Выход будет на Б. Но здесь хороший кроссфайр. На самом деле там бенч и получается Эдварда позиция. Да, плюс есть две флешки. Можно еще сработать как-то под них. Томас будет очень хорошо работать на Ауге. На Форесте он пока что остается. Пытаются выйти ребята. Не самые приятные тайминги для спид-акка. Он погибает. Форестер тоже отлетает от Куана Платро. Тут выходит широко. И не получается забрать еще Кинки. Хотя после первого минуса должны бы его забирать. Игроки команды Hard Legion. Остался 1к, 12 хп и 13 секунд. У него есть, чтобы выйти на этот дефолт и попытаться поставить бомбу. Но тут уже Нэно все это дело контролирует. Можно было уже и над сейвом подумать на самом-то деле. Да. Это было бы не стыдно. Да. 6-11. Хорошая попытка в целом от Hard Legion. Ну там, видишь, не хватило чуть-чуть размена. При выходе из Б апартаментов. Ну и победа на карте 2. 1.76 на Феникс. Что? Ну просрочено немного. По-моему, отличный кэп, чтобы тут поставить. Правда, не знаю. На Фениксов, да. Ну да, 1.76. Лучший кэп, который мог бы выйти. В лайве такое. Это действительно лучший кэп при разнице в разрыве в 5 раундов. Ну ладно. А здесь смотреть экономически сейчас от Hard Legion. Они рассредоточены по карте. Не дефолтные пистолеты. У Кинки Диггл. У Анфлаттера с ЦЗшкой поджимает яму. Ну почему бы и нет. Что-то есть размен сразу, да. 4 в 3 ситуация. Да, Томас на зиге. Кстати, Крат все еще не выходил. Вот за ближней стенкой может его еще и там заметить Томас. Но пока до информации дело не дошло. Он тут, кстати, один. Можно затыкать, забрать себе М-ку, поставить бомбу. Но это будет сложно, учитывая, что Крата прошел. Нужно как-то еще пробраться к Инке. Главное вот как-то на размен сыграть потом уже ребятам. Потому что Томас отсюда не уходит уже. Он в этом углу будет стоять до последнего. Он забирает одного. Вы выйдете вдвоем, парный выпад. Крат не выходит. В итоге пытается ворваться в Форестер. И Крат остался сам на машине. Крат уехал из этого раунда. Отлично просто. Но на самом деле вот был бы дабл пик. Не было бы шансов у него, скорее всего. Уже после первого. Как только он делает первый вот этот вот фраг. Стоит два чела. Один под одним углом, другой под одним. Понятно, что они, наверное, думали о том, что кто-то еще находится на точке Б. Что не может быть там только один боец команды Феникс. Но все же там нужно рисковать. Да, что ты должен. Тем более у тебя там глаки. У тебя задача максимум. Там как-то сделать фраги. Хотя бы какие-то там выбить девайс. Короче, Крат с белым флагом вышел на машину. Это точно, да. Двойной перевес по раундам. Команды Феникс, ребята, это проблема для Hard Legion, потому что они-то в атаке должны камбетчить. Есть снайперская винтовка от Крада. Три Калаша, также СГ. С таким набором планируется выход на центр плюс пот-б. Дашки полетели. Шурилл помогает своему тиммейту. Тут надо уйти, наверное, с этой позиции, потому что поддержки не будет через окно. Или она там даже была. Но решили Феникса не воевать. Дальше это центр после первого контакта. Закрытый сейчас играет Феникс. Hard Legion вроде как занимает мидл. Свят выходит через underpass. Бомба лежит на тут миде. Достаточно глубоко люркер в коврах. Это спидак. Здесь вот диффенс чем-то похож на то, что показывали Hard Legion. Хотя тут постоянно играет близко в яме. Шурилл. Сейчас у нас будет встреча в коннекторе, судя по всему. Или не будет. Свят проходит под окно. Нэно пропускает своего оппонента. Прячется в угол. Позиция на самом деле коварная. Если он не будет пикать, а он будет пикать, потому что Хуан Флаттера подсажен. То есть у него есть возможность у Нэно здесь выйти на втором тайминге. И должен он забирать Свят. Упс. Не было минуса в итоге. АВП была информация. АВП не может играть одно здесь через яму. Но понимание уже есть у команды Феникс, куда пойдут их соперники. За 45 секунд до конца раунда она не понимает, что АВП здесь не будет пикать один. И Смаком отрезается. В итоге позиции спидак получает под себя на коврах молотов. Ребят, ну здесь будет сложно. Потому что 4, даже 5 бойцов готовы встречать. Сейчас интересно, что Томас, не Томас, а Крат открывает... Нет, не Крат, подожди. Свят открывает Б. Но Бомба уже не перетягивается, Леш. 25 секунд она бы успела. Уже не перетягивается. Но тут Крат забирает уже одного. Свят в итоге не самый лучший спрей. Каким-то чудом он там никого не забирает. Томас, Флаттера по фрагу. Ой, Крат, как же попадает прострелом по сопернику. Это было жестко. Но при этом не пройти Нена, будучи красным. Последний Свят, и по нему также была получена информация еще в начале этого выхода. Но это легчайший минус от Крушева. За 30 секунд Бомба может перетянуться. Прямо если бежать. 25, по-моему, хватает. Да. Ну хотя Бомба уже была в яме. Но надо прям внести, сбежать. То есть, вот я не знаю. Раньше можно было включить карту и поставить одну точку. И замерить расстояние до другой точки за сколько секунд нужно пройти. Но сейчас, спасибо Вольво, после панорамы на карте рисовать нельзя. И нельзя отмечать расстояние. Гейбен, пожалуйста. Гейбен, фикс здесь, плеис. Гейбен, дай нам дробь на мэп. Дробь на мэп. Это должны быть эти смайлики еще с телефона. Hello, Гейбен, where is? Hello, Гейбен, last major. 20 раунд. В итоге у нас сейчас будет. Была пауза от команды Hard Legion, я так понимаю. Вы знаете, предыдущий момент, наверное, закончился, когда Авик спалился на яме и получил под себя смог. И тут же Молотов полетел на ковры. То есть, уже было очень сложно выходить в команде Hard Legion на точку, потому что все фениксы стянулись. Уже практически было понятно, что... И у вас уже, получается, бомба не перетягивается обратно на B, и на A сложно выходить, потому что слишком коварные позиции у фениксов. И в этом раунде будет сложно воевать с пистолетами на руках Legion. Это, конечно, деглы. Мы знаем, что ребята есть такие, которые жестко попадают, особенно Форестер в этом плане хорош. Но фениксы в последнее время не так много ошибок допускают. То есть, играют на размен четко. Здесь вообще дистанция оставили одного Крушела на A. В то время как два тиммейта отвечают за центр, вот если Крушела снести, тогда шансы появляются. Вот снести прямо вот сейчас скинг, если получится. Такое тоже часто бывает, что... Ну, позиция Айвика сейчас дефолтная. Он там бывает промахивается, получает сразу же хэдшот. И интересно, как сыграет мидл, как там была бомба, которая выходила в соло. Да ладно. Ну все, тогда все, что я говорил, забудьте. Вот эти все 20 секунд монолога. Форестер в итоге находит минус на Апленте, кстати, то, о чем ты говоришь. Оп! А тут уже Крад делает фраг. Нену отвечает тут же по спидаку. Но Крад, кстати, не знает, по-моему, что Авик на шарте. А была же инфа. Он же знал, что Авик оттуда пикал. Но в итоге забирает бомбу. Крад перестреливается с окном. Попадает он в Нену. Там два парня уже гуляют на Апленте. Ой-ой-ой, что тут Нену дал? Четко, очень четко отыграл. Технически исполнено все просто великолепно. Крад в итоге последний стягивается под базуа. Ну и что интересно, Фениксы почему-то не ждут здесь. Если очевидно, что два погибло на этом планте, то где третий? Скорее всего, тоже идет сюда. Тут уже, наверное, с Авиком он не будет промахиваться. Тем более, что Крад даже не выходил широко. Просто под шифтом пытался ворваться. Ну и здесь 6-14 на табло. Ну без раунда в атаке пока. Бомба, выходящая на центр. Я понимаю, что это раунд с пистолетами. Но в целом-то сделали минусы на А, ребята. То есть если бы бомба выходила в итоге после этих минусов через яму быстрее, то был бы шанс действительно взять его. Ну или просто даже больше минусов дать по сопернику. У Фениксов все хорошо. Понятно, что это очень сильно стреляющая команда, которая показывает классную карту для Миража. Такой командой Мираж вообще, в принципе, играть нельзя. Сложно. На оверпассе, я думаю, будет не так все радужно для этого состава. На оверпассе Хард Лиджин просто должны с чистого листа начать и выиграть просто свою карту. Ну и все. Ну, возможно, так и будет. Спускается у нас один боец команды Хард Лиджин в метро. Тут Крушел появляется с АВП на точке Б. Ну и с ним играет в связке Феникс. Томас Шурил остался, кстати, тоже с АВП, но на А. Кинки играет под флешку. Дальше не будет пикать, видимо. Заставляет соперника нервничать на тот на АК. Не, на самом деле Крушел пока не отключает вообще свою позицию. То есть он постоянно пытается выйти на этот фраг. И Кинки здесь ни в коем случае нельзя погибать, потому что он один. То есть если он погибает, то сразу инфа о том, что нет выхода на Б, нет никакого размена. Делайте акцент на мидл или точку А. Смачок прилетает. Кинки там полностью выключает из эпизода. Свят фокусит окно. Крушел уже не допускает ошибок, которых он... А, это не Крушел, кстати. В этот раз это Нео. Ну, парень был близок к успеху. Крушел с АВП на шарте. Слишком легко. Погибает Крат. Ну и дальше что? Оп! Есть размена от Форестера. А там Вайгрик, а? Кидывается флешечка. Ну что, это будет выход на Б? Да. Да, это будет выход на Б. И, кстати, сейчас вот... О, особенно после этого промаха! А, спасли все-таки от Зига. И там все, Рилс А забирает Форестера. В итоге выход будет только через ковры. Ну и там игрок на Форесте не считался. Тома забирает спидака. Уже не мажет Крушел по кинке. Последний Свят. Это пять. Можно сейвить здесь. Минусов скорее, да, от команды Феникс. Потеряв только одного Нэна. Свят, конечно, будет играть до конца. Но все, довольно просто должно заканчиваться. Ой-ой-ой, да что тут не так со стрельбой? Непонятная идея здесь Свята. В чем мысль? Вот он идет в Б-дом. Пятнадцать секунд до конца. В чем идея? То есть это уже гивап просто? Ну это уже... Это гивап. У тебя, да, там в следующем раунде будет бай. Ну, доигрывается ситуация, но Феникс слишком хороши. То есть они ни одного раунда не отдали своим соперникам в защите. Вот шестерка как и была, так и остается у команды Hard Legion. И вообще у нас игра начиналась со счета 5-0 в пользу нашей команды. Так что вы понимали, ребята. Сложно против таких Фениксов сражаться. Там Томас дал импульс. Уже подключаются снайперские винтовки. Открушилась Шурила. Ну вот Свят забирает одну из них. Есть старт. Фореста пытается играть дальше против коннектора. Остается здесь Нэна. Хае прилетела. Очень неприятная. В итоге минус 2. Нэна. Работа на ступеньках. И у Ант Платтера все это время был подсажен на сигарете. В зиге забирает еще одного бойца. Команды Hard Legion падает также спидаг при выходе через Тетри. Скинки последний. И все очень быстро здесь заканчивается в пользу команды Феникс. Скучно. Sorry, но это было скучно. Прям вообще. Одна команда была на сервере. Не, не так. Одна команда была первая пять раундов. А потом зашла другая команда на сервер. Как бы катка закончилась. К сожалению, для нас, наверное, как болельщиков СНГ коллектива, конечно же, мы вынуждены констатировать этот факт, что команда проиграла в салат.